Хочется мне сказать сегодня об одном важном, что я не проповедовал раньше, но это, я думаю, это будет понятно нам и доступно, это о наставлениях, желание сказать о наставлениях. Вот в Библии говорится о том, что есть чтение, есть учение, есть наставление, есть проповедь. И вот я, Дух Святой, обратил мое внимание на слово наставление. Помните, Иисус сказал, Дух Святой наставит вас на всякую истину. И вот есть учение и большое учение христианства, допустим, да, но существует также наставление. Что такое наставление? Это то, когда мы получаем короткие наставления в нашу жизнь от брата, от сестры, от мамы, от папы, наставление через апостолов, наставление Иисуса Христа. И вот об этом я хочу говорить, потому что нам нужно наставление веры. Нам нужно быть наставленным, то есть как бы поставить человека. Знаете, как поезд, его нужно поставить на рельсы. И небольшой толчок, и локомотива, и маленький локомотив, и будет вести этот большой состав. Вот Бог хочет нас наставить на путь. Библия говорит, наставь юношу в начале пути его. Наставь его, то есть научи его. И он не уклонится, когда состареет. Притча 22, стих 6. И вот мне понравилось одно слово из... Хорошо, сначала, прежде чем говорить... Хорошо, ладно, откроем. Притча 4, 13. Здесь написано, притча 4, 13. Крепко держись наставления. Я хочу повторить. Крепко держись наставления. Не оставляй. Храни его, потому что оно жизнь твоя. Твоя. Вот почему я буду об этом проповедовать. Оно, наставление. Жизнь твоя, говорит Бог здесь в Библии. Верим ли мы, что это Бог, говорит здесь в Библии? Скажите громко, Ами. Верим ли мы Богу, что Бог говорит правду? Бог говорит, крепко держись наставления. Храни его. Не упускай его, потому что оно жизнь твоя. Храни его. Не оставляй его, потому что оно жизнь твоя. Итак, немного о наставлениях. Давайте сделаем сравнение между наставлением и учением. Помните Нагорную проповедь Иисуса Христа? 5 глава Матфея говорит нам, что Иисус поднялся на гору, и приступили к Нему ученики, и Он начал учить их, говоря. И там мы читаем учения, Нагорная проповедь, да? Блаженны нищие духом, ибо таковы их Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны чистые сердцем, они увидят Бога. Любите врагов ваших, Господь, и так далее. Он дает им учения. И когда заканчивается это учение, и Господь потом пошел по городам, начал служить, и затем 10 глава Матфея, Он призвал учеников, и Он дал им наставление. И вот Матфея 11, 1 говорится, когда окончил Иисус наставление 12. И так мы скажем наставление. Смотрите, там было учение, и есть чудесное учение христианства, и оно тоже наставление для нас. Но наставление – это личные, персональные инструкции, когда Бог наставляет тебя, как тебе поступить, как тебе говорить, что тебе делать. Мы нуждаемся в наставлении каждый день. Как Иисус наставлял? Что такое наставление, мы увидим в Его наставлениях ученикам. Он в 10 главе призвал 12 и послал их на проповедь. И Он начал их наставлять. Наставление мы находим в учении Иисуса Христа, в главе 10 и в других местах Писания, но просто это пример. И ученики, они знали учение Христа, но им нужно было наставить, как все это делать. И вот Он им говорит, идите к наипаче погибшим овцам дома Израиля. Вот наставление. Идите к самым несчастным. Какое наставление сегодня церкви? Бог говорит, мы идем к бедным, идем к голодным, идем к больным, идем к бездомным, идем к самым погибающим овцам дома Израилева. Это Божье Слово сегодня. Если мы начинаем с этого, Бог, я верю, поднимет нас к другим людям, которые работают, которые благоустроены, которые, может быть, и богаты. Бог знает, если Он поведет нас к ним или тебя к ним, слава Господу. Но здесь есть наставление, идите к погибающим, ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Божие. Он их наставляет. Как проповедовать? Больных исцеляйте. Это что? Это наставление. И Бог говорит, и пастор нас наставляет, и другие пасторы, евангелисты говорят, идем проповедовать, идем возлагать руки на больных. Это наставление. Наставление. Даром получили, даром давайте. Давайте, будучи наставлены Господом, они делали все бесплатно. Они не проповедовали за деньги, то есть, в смысле, они не сказали, если вы мне заплатите, я вам скажу истину. Нет. Они бесплатно помогали людям, бесплатно исцеляли. Вот когда к нам приносили деньги за исцеление, и в частности, мне приносили, я сказал, нет, я не могу это принять. Идите в церковь пожертвуйте. То есть, мы не принимаем плату. Даром получили, даром давайте. Скажем аминь. Правда, друзья? Поэтому, Господь дает им наставление. Не берите с собой серебра и золото. Что это за наставление? Это означает, что они могут пойти в вере, не имея много денег, но пойти на служение через веру, если Бог посылает. Если Бог посылает, Он не говорит, сколько у тебя денег. Один миссионер нам рассказал, Рич, что он служил в Филиппинах и там в других странах. И он сказал, он мог там жить много месяцев без денег. У него, говорит, не было ни одного пения в кармане. Но он проповедовал Слово. В каждом доме его принимали, там накормят, дают переночевать. Он проповедует Слово Божие. И он проповедовал без денег. То есть, так Бог вел его. И Господь дал наставление. Вы можете идти, не имея много денег. Или не имея денег. Бог говорит, в какое селение, куда не придете, там, кто достоин, там и оставайтесь. Входя в дом, приветствуйте мир дому сему. Что это? Это наставление. Как приветствовать людей? Если вас отвергнут, оставьте даже пыль со своих подошв. То есть, оставьте, что ничего от вас не взял. Оставляя вам даже прах со своих ног. И Господь говорит наставление. Будьте просты, как голуби. Будьте мудры, как змеи. И вас остерегайтесь людей. Потому что вас будут отдавать судилища. В синагогах своих будут вас бить. Поведут к правителям и царям и язычникам. Дальше. Когда вас будут предавать, не заботьтесь. То есть, наставлю, не заботьтесь, что вам говорить. Это не в смысле, что не заботьтесь о проповеди. Как вам проповедовать? Нет. Мы должны готовиться. Павел говорит, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, наставлением слова, учением. Третье. И не не ради о пребывающем тебе даровании. То есть, мы видим здесь, что Бог хочет, чтобы мы занимались, пребывали в слове, вникая в себя, в учение. Занимайся этим постоянно. Но когда вас поведут перед особыми людьми, перед царями, перед судьями, перед правителями, вас будут осуждать, обвинять, не заботьтесь. Бог говорит, здесь Он готов вложить слово в сердце наше Духом Святым. И вы будете говорить Духом Святым. Или не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить вас, написано. И здесь Господь говорит наставлением. И Он говорит, вы будете ненавидимы братьями, родителями, принесу меч, но претерпевший до конца спасется. Господь им дает наставление, кто исповедует меня перед людьми, то есть, кто не отречется от меня, кто скажет, да, я христианин, да, я верю, да, я хожу в церковь, да, я верю в Библию. Бог говорит, того я исповедую, то есть, того я назову пред отцом в молитве. Кто отречется от меня, от того я отрекусь. Господь говорит наставление, что ученик не выше учителя, но он будет такой, как его учитель. И разные другие наставления. Бог говорит, не бойтесь людей, не бойтесь нужды, не бойтесь ничего, потому что Бог знает маленьких птиц, Он знает вас. И Господь, кто любит отца, мать, больше, чем меня, не достоин меня. Кто любит сына, дочь, больше, чем меня, не достоин меня, написано. Кто не берет креста своего и идет за мною, не достоин меня. То есть, вот эти наставления Господь дает их. И когда он закончил наставление, тогда он перешел учить и проповедовать в их городах. То есть, ученики, они получили наставление. Как им приветствовать, что они должны молиться за больных. В церкви есть наставление. И сегодня многие из нас, многие из тех, кто пришел в церковь, нуждаются в наставлении. Потому что так, как приняли Иисуса Христа, многие женщины, мужчины, и еще примут то, что для них нужно, наставление. Как жить, как наставить в их жизни. И поэтому я обращаюсь сегодня к членам церкви, к сестрам, к братьям, чтобы наставляйте друг друга. Наставляйте, то есть подсказывайте. Это очень легко сделать. Наставление веры. Как жить, как работать теперь, честно. Как поступать в этой ситуации. Все эти наставления, они очень важны. И вот Бог говорит нам, что были наставления Иисуса Христа. Их намного больше, конечно. Конечно, Он наставляет нас. Когда ты идешь с человеком, Он на тебя что-то имеет. Старайся с Ним примириться, пока ты еще в дороге. Чтоб Он хуже с тобой не поступил. Чтоб Он не привел тебя к судье и так далее. Тебя бы не ввергли в тюрьму. Примирись с Ним по дороге. Что это? Наставление. И много разных наставлений Господь говорит. Давайте другим. И дастся вам. Это все учение веры. И сегодня большая нужда в наставлениях, чтобы братья и сестры, они могли взять свои домашние группы, взять свое домашнее общение, братья и сестер, и наставлять друг друга. Назидать друг друга в вере. И Господь говорит, есть наставление Иисуса Христа. И Он так наставил нас. И Он наставник. Помните, когда Петр был в лодке, и они не поймали рыбу еще в начале своего пути. Как они назвали Иисуса? Он говорит, дети, есть ли у вас какая пища? А Он говорит, наставник. Мы трудились всю ночь. Наставник. Они понимали, что Он наставляет людей. Как? Мы трудились всю ночь, и ничего не поймали. Он говорит, закиньте по правую сторону лодки. И Он наставил их. Что Он сделал? Он дал им наставление. Если вы забросите на правую сторону, вы поймаете. Нам нужно наставление. Нам нужно наставление, как поступить. Когда мы посылаем детей куда-то, нам нужно их наставлять. Но я позже к этому вернусь. Сейчас мы говорим, наставление Иисуса Христа, оно очень важно. И мы читаем, как Он наставлял учеников. Он говорит, что не молитесь публично, значит, в смысле, вы не выставляете себя предлюдением. Это наставление Христа. Вы получите тогда явные благословения. Делайте в тайне. Делайте так и так. И были наставления Святого Духа. Господь сказал, когда Он уходил, что Иоанна 16, 13, когда Дух Святой придет, Он наставит вас на всякую истину. То есть мы читаем Слово Божие Иисуса Христа. Как Он наставляет нас? Мы принимаем это. Второе. Мы должны быть наполнены Духом Святым, чтобы быть сильными, чтобы быть наученными Духом Святым. И Дух Святой начинает нас наставлять. И мы чувствуем, как Он нам подсказывает. Он внутренне нам подсказывает. Слушай, не надо так говорить. Или не надо так тебе письмо писать. Потому что человек обидится. Дух Святой тебе подскажет. А ты Ему с любовью приди. Ты скажи Ему вот так. Дух Святой, Он подсказывает нам внутри. Наставления Святого Духа очень важны. Наставления, что делать, как сказать. Когда мы молимся здесь в Духе Святом, то мы получаем иногда очень быстрые наставления от Духа Святого. Ингебриктор рассказывал о себе. Когда он подошел к женщине, которая сидела, у нее была скована нога, нога не сгибалась, не раздвигалась. И она сидела на стуле. И он молился за многих других. И пока он наткнулся на эту девушку, которая сидела на стуле, и он удивился, и он сказал Господу, что мне делать Господь? И Бог дал ему наставление. Он говорит, скажи ей, по имя Иисуса Христа, встань, возьми твой стул, и иди домой. Он получил это наставление от Духа Святого. И он сказал эти слова. И она встала, нога заработала, она взяла стул, и они на Филиппинах, они же маленькие люди такие, он говорит, а он же большой человек. И он молится за них. И они говорят, все внизу, а он сверху. Знаете, это большой человек, как викинги, они эти скандинавские люди. И вот эта маленькая девушка, она взяла стул и пошла домой. Все. Почему? Потому что он исполнил наставление Духа Святого. И поэтому наставление, оно очень важно. Оно важно нашей жизни. Многие люди спасены, но не наставлены. Их нужно наставить. Многие знают, что есть Бог. Наше общество знает. Многие называют себя верующими, православными, но не наставлены, как жить. И поэтому они оставляют в своей жизни алкоголь, оставляют гадания на картах, оставляют, значит, право обращаться к экстрасенсам, колдунам и так далее. Они выпивают или курят. Мы не осуждаем их, мы просто говорим, они не наставлены. И помните, когда вельможа Кандакии, царица Ефиопская, хранитель сокровищ, возвращался с Иерусалима, и он читал свитки, он читал священные писания, и Дух Святой направил диакона Филиппа, благовестника, чтобы ему помочь. И он говорит, ты понимаешь, что читаешь. А он едет на колеснице, богатый человек, хранитель всей казны царской, знаете. Он говорит, как я буду разуметь, если кто не наставит меня, не научит меня. И вот наставление, оно очень важно в нашей жизни, когда родители наставляют детей. Но опять мы к этому вернемся. И так есть наставление Христа, самое важное. Второе, наставление Святого Духа, который нас наставляет на всякую истину. И мы можем спрашивать у Господа, и Он как-то наставит нас внутренне, или разумит нас в откровении, в каком-то слове, может быть, кому-то во сне покажет, как поступить Ему. Как Наташа, она сказала, что во сне видела, что я подошел, что она была исцелена. И Дух Святой это сделал. Это наставление Духа Святого. Давайте поблагодарим за это. Господа, слава, слава, слава. Аллилуйя. И теперь, в Деяниях Святых Апостолов говорится, 15-32, что они преподали обильные наставления. Деяния Апостолов, 16-я глава, нет, 15-я глава, 32-й стих. Здесь сказано о наставлениях Апостолов. Итак, мы видим наставление Христа, наставление Духа Святого, теперь наставление Апостолов. Деяния 16-32. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Преподали наставления. То есть, когда вот наши молодежи, допустим, познали Господа, мы должны преподать наставление другой молодежи. Должны преподать наставления друг другу. Поделиться, наставить человека, как ему поступать, как ему молиться, как ему поступить, или другая проблема. Мы также идем к служителям, чтобы нас наставили, научили, как нам поступить в этой ситуации, Как нам быть? Иисус есть наставник. Помните, он сказал, не называйтесь учителями, да, у вас учитель Христос или наставниками, не называйтесь отцами, у нас есть наставник Господь, но мы можем от него получать слово и друг другу говорить, наставляйте друг друга, вразумляйте друг друга. И вот апостолы, они обильным словом преподали наставления, и что? И утвердили верующих. Они утвердили. У них были наставления. И это иногда совсем нетрудно. Учение может быть иногда большое, и не каждый может быть учителем и рассказать это все, но наставление может быть ясным и конкретным. Вот. Помните, Иисус дал наставление ученикам, да, или он давал наставление мужчине, но он не принял это наставление. Он сказал юноше, иди, продай свое имение, следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Это было наставление для него, чтобы достигнуть вечности, потому что большое имение, оно его связывало. Он говорит, иди. Мы знаем только один случай, когда Господь так сказал, но так нужно было. Но мы находим деяния апостолов. Многие другие так делали. Они продавали свое имение. Дух Святой, видно, им сказал. И они раздавали нуждающимся. Слава Богу. Это стопроцентная отдача. Когда человек отдает сто процентов, Бог дает ему свои сто процентов. Во сто крат, написано, дают тому, кто оставил бы и не получил бы. Нет такого человека. И поэтому стократное вознаграждение ждет тех, кто стократно Богу или стопроцентно отдает себя. Поэтому будем это помнить и будем готовы к любой жертве, как хочет Господь. Хотя мы в церкви не учим так, что отдавайте сто процентов Богу. Нет. Мы учим, отдавайте десятину, отдавайте сверх этого приношения. Кто-то отдает Богу двадцать процентов по своей вере, кто-то отдает тридцать процентов. Есть люди, кто отдает девяносто процентов, оставят для себя только десять. Но делай это так, как тебе Бог говорит, но не меньших десятины. Потому что десятина – это небольшой процент, десять процентов всего. С нас государство берет больше двадцати и так далее. Но Господь, Он говорит, сей хотя бы десятую часть. И поэтому мы здесь говорим о вознаграждении, о благословении. И вот здесь говорится наставление. Призыв есть к Тимофею, он был ученик апостола, заниматься наставлением. 1 Тимофея 4,13. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Видите, наставление и учение поставлены по раздельности. Он мог учить в церкви, но ему также нужно было наставить людей. И поэтому, когда у нас заканчивается собрание, внизу обед, после обеда можно получить наставление. Как поступить в той и той ситуации? Как жить по вере? Как слушаться Господа? То есть можно задавать вопросы. Поэтому важны вот эти встречи, наставления, очень важные. И те, кто братья и сестры, будут нам помогать в этом, наставлять учеников Иисуса, помогать. Это большое спасибо. Мы сразу не ждем многого от тех, кто пришел. Мы ожидаем, что они оставляют грех. Но мы не ожидаем сразу многого. Мы понимаем, что они новорождены во Христе. И мы должны наставлять их в терпении, и любить их, и заботиться о них, не осуждать их. Но вести ко Христу, вести к полному освобождению, вести к полному освящению во Христе Иисусе, наставляя людей, молясь за них. И поэтому наставление имеет важную-важную функцию в церкви. И теперь, притча 1.8. Говорит нам в книгах притчи, говорится нам об наставлении Отца. Итак, наставление Христа, скажем, наставление Христа. Скажем вместе, пожалуйста. Наставление апостолов. Наставление Святого Духа. Наставление от учеников апостолов. То есть, Тимофея мы все должны наставлять людей. И дальше, наставление отцов. Притча 1.8 написано. Слушай, сын мой, наставление Отца твоего. Слушай, сын мой, наставление Отца твоего. Есть наставление родителей. Это правильное наставление. Родители могут иногда что-то сказать, может быть, поспешно или сгоряча. Мы можем так сказать. Но в сердце их есть, на самом деле, настоящее наставление. И написано. Не отвергай завета матери своей. Слушай, сын мой, наставление Отца. Бог говорит. И не оставляй завета. Не отвергай завета матери своей. И в книге притчи говорится, в 5 главе, что когда человек попадает в беду, и он начинает стонать после, он стонет, и он говорит, притчи 5.12, Зачем я ненавидел наставление? И сердце мое пренебрегало обличением. Понимаете? Зачем я ненавидел наставление? То есть, вы знаете, как детки иногда ненавидят уже. Когда они детки, детки. Когда они постарше, им просто уже не хотят, чтобы мама что-то говорила, чтобы папа что-то говорил. Но, слава Богу, что Бог как-то касается, смиряет, они понимают сердце. Библия говорит, наставь юноша в начале пути. Трудно потом принимать наставление. Но в начале пути, когда он примет, он не уклонится от этого пути, когда и состареет. И вот здесь, когда Бог говорит, что человек не грешил, чтобы не насыщались его силы чужие, труды не были для чужого дома, чтобы он потом не платил штрафы, понимаете? Чтобы он не платил вот эти судебные издержки все. Чтобы он не переживал, не стонал, не плакал и не говорил, что зачем я ненавидел наставление? Сердце мое пренебрегало обличением. Я не слушал голоса учителей моих и не преклонял ухо мое к наставникам моим. Понимаете, вот так будет такое положение человека. Он будет хвататься за голову, как в мире говорят. Он будет переживать, потому что отвергал наставление. Поэтому мама, папа, если есть родители, и дают наставление, сынок, ты вот так поступай, ты вот так говори, ты пойдешь туда, ты вот так относись. Мы говорим, будешь работать в молодежном центре, знай, что ты представитель церкви, ты представитель нашей семьи. Я имею в виду в городском центре. Будешь трудиться там, знай, что на тебя будут смотреть, а тебе будут судить о других. Наставление отца. Честно трудись. Работай хорошо. Работай лучше всех. Трудись. Всегда старайся сделать чуть-чуть хотя бы больше того, что от тебя просят. Библия говорит, скажут тебе одно поприще пройти, пройди два. Мы должны всегда сделать хотя бы немножко, хотя бы несколько процентов. Больше нормы. Постараться это сделать. И когда ты делаешь это, Бог тебя наставляет. Будь хорошим рабочим, будь хорошим учеником. Делай это больше. Бог тебя благословит. И вот любое наставление о работе, наставление о молитве. Сынок, молись. Молись перед экзаменами. Это наставление матери. Наставление отца. Сынок, будь осторожен. Когда будешь там, будь вместе с верующими. Когда веришь учиться и так далее. Наставление. Это важно сегодня. Без наставления будет поражение. Человек скажет, а мне никто не сказал. А мне никто не научил. Он говорит, а я не знал этого. Но Бог наставляет нас Духом Святым. Он наставляет нас через апостолов. И сегодня время наставления. Сегодня нужно наставить новообращенных. Сегодня нужно наставлять наш город. Наставлять людей в истине. И говорить, что придите к Иисусу. Покайтесь. Многие верят, что есть Бог. Но их никто не наставил, что нужно покаяться и поверить. Они не наставлены в вере. Поэтому эту функцию сегодня Господь возлагает на церковь. Итак, сегодня Господь хочет, чтобы мы свою веру направили на наставление. И чтобы мы принимали. Написано, кто отвергает наставление, тот невежда. Отвергает обличение наставление, тот невежда. И поэтому Бог хочет, чтобы мы принимали наставление. Принимали то, что мы говорим друг другу на группах. Были в наставлениях учения Иисуса Христа, Святого Духа. И помните Аполлоса. Он был евангелист, который наставлен был в начатках учения. Крестился крещением Иоанна. И он был горя духом. Он учил, будучи наставлен в начатках учения. Но пришли Акила и Прескила. И они встретили этого горячего молодого новобращенного проповедника. И они наставили его. Они наставили его, как лучше служить, как правильно это делать. И он принял наставление. И он стал евангелистом, Аполлосом. И Павел его ставит рядом с собой вместе. Он говорит, я насадил, Аполлос поливал, а Бог возрастил. И были люди, которые говорили, я Аполлосов. То есть я через Аполлоса покаялся. Я его последователь. И Павел говорит, кто Аполлос? А кто Павел? А кто мы все? Христос все во всем. То есть мы ничто. Мы только Божьи соработники у Бога. Но мы видим, что Аполлос был наставлен. И затем он получил дополнительное наставление. И у Бога есть наставление для тебя. У него есть наставление от Духа Святого. И у него есть наставление от проповедников. Через чтение Библии, через Иисуса Христа. Наставление. И это дорого сегодня. Это нужно сегодня. Чтобы дети шли, будучи наставленными. Ингебрихт сказал, что его дети, они наставлены говорить только положительно. В вере. И когда они идут в школу, они говорят. Он их наставил. Когда вы идете, вы должны говорить, у меня будет чудесный день. Я буду хорошо учиться. Во имя Иисуса Христа я верю, что Бог даст мне успех. Понимаете, это наставление веры. Когда мы говорим, говорить положительно. Мы верим, что церковь будет преуспевать. Скажем аминь. Мы верим, что церковь будет умножаться и умножать. Скажем аминь. То есть это важно быть в наставлении веры. Наставлять друг друга. Ободрять друг друга. Утешать друг друга. И в частности мы говорили о наставлении. И поэтому, возвращаясь к первому стиху, что вера есть осуществление. Вера и осуществление. Нам нужна вера. Но нам нужно наставлять друг друга в вере. И поэтому каждый день давайте слушать, что Бог говорит. И встречаясь с верующими, говорите другу. Скажи, что тебе Бог открыл? Что тебе Бог открыл сегодня? Ну, может, он засесняет, скажет, я сегодня не читал. Но ты скажи, слушай, я вот прочитал такое, давай послушаем. Другой раз он будет уже читать, потому что ты его боишься уже вопросов. Тебе его спросят, что? Поэтому приходишь на работу, приходишь в школу, говори ему, слушай, что ты сегодня прочитал? Расскажи, давай, скажи мне стих Писания, который тебе Бог дал. А я тебе скажу, что Бог мне дал. То есть наставлять друг друга. Библия говорит, научайте и наставляйте друг друга. Как? Псалмами, разумляйте, словословиями, песнопениями. То есть это тоже может быть таким образом для нас, как наставление. Слава Господу, слава Господу, аллилуйя. Хочу сказать, в пятой главе. Назидая себя псалмами. Назидая здесь говорится. Но это похожие сродные слова. Колоссянам также говорится, чтобы мы научали, вразумляли друг друга. Псалмами, словословиями и так далее. И еще говорится о женщине, говорится о добродетельной жене в 31 главе притчи, что она открывает уста свои и кроткое наставление на языке ее. Кроткое наставление. Давайте скажем, кроткое наставление. И вот когда мама кротко наставляет, когда сестра в Господе или жена, кроткое наставление. Это очень сильно. Это очень, очень хорошо. Поэтому давайте возлюбим наставление. И скажем, сын мой, не отвергай наставление отца твоего. Если тебе кто-то пожалует, скажет, ой, мой папа, он так мне неправильно говорит. Ты ему похлопай по лицу, скажи, не оставляй, не отвергай наставление отца твоего. Не отвергай завета матери твоей. Слава Господу. И поэтому Господь... А, и вернемся в мощный стих вначале. Крепко держись наставление. Не оставляй, храни его. Потому что оно жизнь твоя. Крепко держись наставление. И дальше говорится, сын мой, 4,21 притчи. Словам моим внимай. К речам преклань и ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. Они жизнь и здоровье для всего тела. И так наставление это жизнь и это здоровье. Поэтому храни, крепко держись наставление. Мы должны держаться за Слово Божие, как за жизнь свою. Мы должны держать, как жизнь свою. Потому что в этом наша жизнь. И он говорит, сын мой, словам моим внимай. К речам моим преклони ухо твое. Поэтому в ближайшие недели, месяцы давайте очень внимательно слушать Слово. Читать, что Бог говорит в Писании. Укрепляться в вере. Подниматься в то призвание, которое Бог имеет для нас. Спасая наш народ. Мужчин и женщин приглашая на собрание. И мы наставляем здесь. Друзья, проповедуйте. Свидетельствуйте. Молитесь за больных. Принимайте силы Духа Святого. Все через веру возможно. Помазание возможно. Все возможно через веру. Поэтому давайте будем искать в вере. Не в самих себе. Не в делах закона. Не в экономическом кризисе в мире. Искать в Боге. Искать в вере. Во имя Иисуса Христа. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»